а здрасте а у нас тут продолжается золотой колос и давайте друзья для начала посмотрим что у нас произошло между шестой серии и этой для начала друзья обратимся к нашему балансу в среду мы купили теплички и потом потратили кучу денег на семена удобрения рассаду и прочую хрень я набрал в общем-то кучу контрактов и на стриме да кстати который и был по сути дела седьмой серии сейчас у нас восьмая на стриме мы вместе с моим товарищем евлампием соответственно эти все контракты повыполняли и заработали на этом 530 тысяч в общем то у нас сейчас положительный баланс и есть 225 тысяч денег также еще прошло два по болтушечных стрима на которых мы выполняли работу на чужих полях тем самым повышая лояльность всяких челиков которые владеют полями и заводами на этой карте а также фармили бабло потому что был адский минус у нас был кредит минус 300 тысяч и соответственно и так минус на балансе также мы приобрели новую игрушку вот такого вот урала и с помощью этого урала можно ввозить всякие продукты на продажу опять-таки по контрактам и кстати говоря друзья о контрактах у нас их сейчас висит целых шесть штук начнем с самых фейловых это пшеница я неправильно рассчитал или что-то короче не повезло пшеницы у нас нету 191 литр пшеницы с поля не хватило чтобы выполнить контракт также в прошлый раз мы не доделали контракт на баклажаны потому что тупо не было времени им вырасти у нас всего 7 тепличек но в общем то сколько тогда было плюс там еще одна тепличка сейчас созрела но к этому перейдем чуть попозже и контракт на канолу тоже не доделан потому что канолы не хватило висит также контракт на сою но им я еще не занимался времени еще навалом соответственно следующий посев у нас будет сои и между стримом и сегодняшней серии я взял два контрактика на томаты а 146 кубов и на 127 кубов по вполне нормальной цене в общем то у нас есть возможность их выполнить если мы переместимся на поле то мы увидим что здесь вот такая вот маленькая пупуська растет пшенички я вот вот так вот оградил я надеюсь что здесь эти 191 литр должны быть если здесь не будет этого то это будет фейл года все остальное у нас занято канолой там почти до конца поля она засеяна сколько семян хватило столько я и засеял в общем то нам надо по сути дела всего лишь 9 кубов здесь будет кубов 60 так что в принципе нормально нам этого хватит останется лежать мы последние друзья это теплички в общем то первые три у нас там нихрена не растет потому что не было контрактов никаких я пока ничего не брал но на тот момент что можно было взять я взял это и засеял а в 4 5 и 6 и 7 у нас растут томаты и баклажаны если мы откроем меню то увидим что уже завершается созревание точнее уже все созрело уже наши валероны собирают это все дело и по сути дела они уже собрали все что нам нужно остальное будет лежать на складе в общем то на выполнение контрактов у нас уже всего хватит соответственно 5 контрактов мы сегодня выполним закроем да если мы посмотрим в рейтинг и статистику то у нас уже 19 контрактов выполнено и рейтинг наш общий составляет 32 при рейтинге 35 можно покупать рассаду и семена второго сорта и это очень хорошо но в общем то это все выполним и будет у нас очень классная рассада будет давать больше урожая и это хорошо так что друзья какие у нас планы на сегодня надо вывести отсюда томаты и баклажаны по контракту их продать нужно убрать поле и соответственно завершить два контракта которые у нас на на поле пшеница и канола нужно съездить на бирже контрактов набрать еще контрактов на поле не надо а все что будет на теплице надо будет брать обязательно и соответственно после этого нужно будет съездить в садовый центр и затариться рассадой и соответственно запустить теплицы дальше работать плюс надо будет купить обязательно жидких удобрений и семян сои. Жидких удобрений у нас еще куб 100 осталось. После второго урожая тратится 200 литров удобрений. После третьего 500. 500 литров, да. И у нас сейчас будет 7 теплиц и все после третьего урожая. Поэтому надо, в общем-то, все это дело привезти, будут купить. Также, друзья, у нас есть вот такая стела золотой колос. Она грязная, немножко уже коррозия пошла. Куча всего пообламывалась. Буква О отвалилась. От буквы и краткая штука отвалилась. Я не знаю, как она называется, кстати. Черточка сверху, короче. И колосочек отвалился. В общем-то, это все дело надо починить. И это нам даст еще целых 5 единиц рейтинга. Правда, нам это обойдется в копейку. И сегодня, мне кажется, мы 225 тысяч эти потратим нахрен. Но ничего страшного. Мы сегодня еще и заработаем что-то. Поэтому это не проблема. Погнали, короче, работать, да. У нас, кстати, прошел дождик и немножко помыл нашу технику. Я пока ничего не мыл. И сейчас мы копим деньги, чтобы запустить стройку автомойки. Потому что тоже очень хочется. Я еще ни разу не мыл здесь технику. Потому что особо нет надобности. Она все равно работает на полях и пачкается. А ездить мыть ее далеко. А керхер ставить я не хочу. И вообще, это меню, кстати, можно пока что закрыть. Короче, поехали на поле. Нам надо сейчас уборкой заниматься. А также мы сразу же возьмем нашего крутейшего Урала. Можно, кстати, даже прицеп отцепить от него. Пока. В нем, правда, топливо почти закончилось. Валерончики вчера на стриме там вообще ныли, мол, не хочу даже ездить, раз топлива нету. А то мало ли что, застрянул. Я ж не умею заправляться, он мне сказал. Поэтому мы, в общем-то, сами сейчас заправимся. Потому что у нас на базе есть заправка. Я сюда привез 7 кубов топлива. Правда, там уже далеко не 7 кубов. Работы проходило очень много. В общем-то, заправляйся. Если мы посмотрим статистику, то где это? Вот время в игре. 74 часа я уже отыграл. Представляете? Иногда так получается, да. В общем-то, я думаю, столько топлива нам сейчас хватит. Я очень не хочу ждать, пока оно заправится. Я такой, да. Не люблю ждать. Так что мы едем на поле к нашему комбайну, который сейчас будет убирать пшеничку. Правда, что там убирать эту пшеничку, я без понятия. Здесь случился какой-то фейл. Я не знаю, почему у нас недосеяно. Там семян хватило. Должно было хватать ровно на нужное количество. Но, друзья, это я. Я иногда люблю зафейлить что-нибудь. Короче, паркуем мы Урал вот сюда и вылазим из него. Потому что нам нужно собрать эту сраную пшеницу. Тут должно быть 100 литров. Прям должно быть. Если не будет, это будет обидно. Да. Твою мать! И здесь стала канола. Я цепанул канола. Я же сделал эту самую. Я знал, что так произойдет, а? Ладно, есть способ, как это исправить. Фишка называется перезапуск игры. Она как раз сама сохранилась, когда я подъезжал на Урале к полю. В общем-то, надо сейчас аккуратненько опять это все дело собрать и не доехать до канолы. Что самое главное. Чтоб ее не собирать. Давайте вот так вот. 214 литров нам хватит. Высыпаем это все дело в Урал. Все будет нормально. Мы завершим этот сраный контракт. Можно закрывать трубу и отгонять даже к началу поля этот комбайн. Пускай дальше Валерон это все дело убирает. Я же надеюсь, он будет убирать. Да, пошла дальше канола. Все замечательно. Я, короче, позвонил еще одному Валерона. Вызвал. Сейчас он на тракторе приедет разгружать комбайн. А мы возьмем Урал и отвезем остатки эти пшеницы. Вопрос только, куда ее надо возить? Ее надо отвезти в порт. Тут как раз недалеко. Погнали. Ну и добро пожаловать в порт, разумеется. Я не помню, чтоб я возил такие гигантские объемы когда-нибудь. 214 литров, чтобы контракт завершить. Нам сейчас нихрена за это толком не заплатят. Получим пару долларов просто на мороженое. И все. Но зато будет плюс один рейтинга и контракт пропадет из списка. А это самое главное, чтобы он там не маячил. Потому что если бы не успели, нам бы штраф сказали платить. Я не люблю платить штрафы. И был бы минус рейтинг, что тоже очень неприятно. В общем-то высыпаем. И контракт на поставку пшеницы выполнен. 66 долларов. Отлично. Мы теперь богаты. Возвращаемся на поле тогда и продолжаем заниматься другими непотребствами. Я еще подумал, что мы заедем на оптовую базу и высыпем сюда вот эти 23 литра пшеницы. Оптовая база это место, куда можно продавать все, но по очень низкой цене. В общем-то мы получили 3 доллара, но сделали это только, чтобы эта сраная пшеница не маячила нигде. Потому что высыпать ее обратно в бункер и занимать бункер чисто на пшеницу, это такое себе. Также, кстати, у нас уехал работать валерон, который дальше возит баклажаны в универмаг. И он их уже везет. Ему всего 2 раза надо съездить. Мы, в общем-то, его тоже отслеживаем. И у нас выполняется еще и контракт на баклажаны. И это здорово. А мы пока что едем и доделываем контракт на канову. Вот правда ржака будет, если когда-нибудь нам не хватит именно 23 литра пшеницы на выполнение какого-нибудь контракта. Я этот случай тогда вспомню со всей силы. В общем-то говоря, подъезжаем к загрузке зерна. У нас здесь пока что канола нету, поэтому мы пока просто ждем. Там Хорлеман уже на 50% забит. А сейчас комбайн... Погнали на поле. Че я здесь распинаюсь-то? Наши товарищи работают. Ездит комбайн и убирает. Хорлеман ему помогает со всей силы. Комбайн, кстати, классный. Я его пока менять не хочу. А вот культиваторы и сейлки мы скоро поменяем. Правда не сегодня, но поменяем. И очень скоро. Честно. Просто пока что не совсем есть на это деньги. В планах все немножко по-другому делать. Есть план. И есть тактика. Ее надо придерживаться. Да. У нас тем самым, кстати, привезли первую партию баклажанов. И нам посыпались еще деньги. И сейчас там будет привезено 96 кубов. И это здорово. И комбайна, кстати, уже на 40% забито. Сейчас он развернется и трактор к нему поедет. А баклажаны, да. 96 кубов. Это здорово. Кстати, пока что надо отправить Валерона позвонить, который будет это все дело культивировать. Правда, если мы посмотрим на карту, то мы видим, что тут надо не культивировать, а пахать. А это займет много времени. Увы. Ничего страшного. Я думаю, товарищ этот без проблем все вспашет. И у него получится, я знаю. Тем временем выгружается у нас канола в трактор. И 91% забился в трактор. А это значит, что он должен ехать выгружаться. Если он правильно понимает мои установки. Я ему сказал, что если у тебя больше 90%, то надо ехать разгружаться. И хороший вопрос, поедет он или нет. Да, он поехал разгружаться. Поэтому мы тоже пойдем на базу. Он нам сейчас привезет канолы, которую мы сможем поехать продать на нашем наикрутейшем Урале. Главное дождаться трактора, потому что я-то сюда приехал намного быстрее. Прибежал точнее. Я же быстро бегаю. Но трактор сейчас тоже приедет. Это не проблема. Можно пока что покурить. Хотя здесь написано не курить. Ну да ладно. Я уже даже слышу, как трактор подъезжает. Вон он. Сейчас он приедет и выгрузится. И мы сможем загрузиться. Остальная канола останется лежать до лучших времен. Она еще когда-нибудь пригодится. Я люблю сеять канолу. Вот она пошла. Соответственно, можно садиться в этот самый. В Урал. Он нам привез 13 кубов, но нам столько много ввести не надо. Нам надо всего лишь 5 кубов и 92 по-моему литра. Черт, я забыл. 5 кубов и 192. 5 кубов и 192 литра. Да, мы можем высыпать себе в кузов столько, сколько нам надо. Не обязательно заполнять его весь. И это, как по мне, очень замечательно. Я надеюсь, что я правильно посчитал. Я на калькуляторе сверяться не буду. В общем-то, нам надо это все отвезти на ЖД-станцию. Поэтому поехали. А пока мы туда едем, Урал, который возил баклажаны, уже доехал до места и выгружает баклажаны. Поэтому нам сейчас скажут, что контракт на баклажаны тоже выполнен. И это же классно. Он заполняется и нам капают денежки. Хоп. Контракт на поставку товара баклажаны выполнен. Это очень здорово. Сейчас мы еще и на канулу завершим. И вот у нас, соответственно, железнодорожная станция, куда выгружается у нас зерно все. И мы выгружаем зерно. И у нас хоп. И поехало. 67 кубов. Замечательно. Контракт на поставку товара канула выполнен. И это тоже хорошо. Сейчас у нас должен быть рейтинг 35. Отлично. Теперь мы можем покупать новые супер крутые семена и рассаду второго сорта. До первого сорта нам далеко. Там рейтинг вообще 65 надо. Он у нас будет не скоро. Хотя, может быть и скоро. Не знаю. В общем-то, едем на базу и тогда занимаемся дальнейшими планами. А еще, друзья, мы с вами поговорим о лайкусиках. Под первыми сериями, когда я вам ставил какую-то цифру, мол, надо до хрена. Там, сколько? 555, да? И вы сразу же набирали косарь. Вы молодцы, вы красавчики. А когда я перестал это говорить, то даже 500 не набралось на сегодняшний день на серию, которая вышла 4 дня назад. Как так-то? Че вы жадные-то такие? Не хорошо получается совсем. Ладно. Не будем о грустном. Давайте о веселом. Стелла золотой колос. Нам надо ее починить, реставрировать. И для этого нам понадобится вот этот замечательный наш тягач. Я пока не буду возить эти самые помидорчики на продажу. Потом Валерона отправим. В общем-то, там не горит выполнять эти контракты. Мы 35 набрали, и это самое главное. Сейчас будем сами заниматься своими делами. В общем-то, для начала нам нужно съездить в строительную компанию. Вопрос, где она находится? Потому что я не помню, я туда ездил пару раз в жизни всего. В общем-то, ладно, поехали. Найдем как-нибудь. Вообще, раз уж мы приехали в город, то, наверное, имеет смысл сразу же заскочить на биржу контрактов и посмотреть, что же за контракты у нас сейчас есть. Нас интересуют только контракты для тепличек. Я надеюсь, что они будут, а их нет. Представляете, какой кошмар. Ни одного контракта на теплицу. А нет, вру. Есть контракт на клубнику. Клубника это хорошо. Мы, соответственно, поднимаем немножко ценник и принимаем его. Тоже на же дистанцию. Можно зайти еще посмотреть. Может быть, я еще что-то пропустил. Баклажанов нету, клубники нету, огурцов нету и томатов нету. Жаль. Что самое интересное, поставок тоже нету. И это грустно. Ну да ладно, как-нибудь мы это переживем. Контракт на клубнику взяли. В общем-то, будем держать в голове, что он у нас есть. Потом поедем в садовый центр и будем закупать рассаду и все остальное. Не проблема. Сейчас поехали в строительную фирму. Она прямо здесь рядом находится. От слова совсем. Только здесь даже припарковаться негде. Боже мой, вот как можно так работать, чтобы не было парковки. В общем-то, здесь мы тогда станем и все. Да, технострой. Строительная фирма. Соответственно, здесь есть выбор того, что можно строить. И как вы видите, строить можно много всего. Нас, конечно же, будет интересовать автомойка на ферме, но это не сегодня. Это мы в другой раз сделаем. Там довольно серьезно надо будет заморочиться. Я думаю, что этому будет посвящена отдельная серия. Сегодня нас интересует самая простая стройка. Стелла Золотой Колос. Соответственно, время выполнения 3 часа. Нужно стройматериалов 10 тысяч литров и 20 тысяч соответственно заплатить за все это дело. И будет новая Стелла. Точнее, она будет не новая, она будет просто отреставрированная. В общем-то, это дело оплачиваем. И на выбранном вами месте развернута строительная площадка. Теперь для начала строительства необходимо привести на территорию этой площадки все необходимые материалы. Бла-бла-бла. Короче, у нас только 10 кубов стройматериалов надо привести. Это мало. Материалы должны находиться внутри стройплощадки и ее границы обозначены желтыми мерцающими полосами. Бетон можно выгрузить в большую прямоугольную емкость. Песок и гравий высыпать на землю в куче. Брус должен находиться в транспорте или контейнерах. Стройматериалы в контейнерах. Когда всех материалов будет достаточно, в 8 утра приедут рабочие и начнут стройку. При этом все материалы исчезнут. Освобожденный транспорт можно использовать по своему усмотрению. Процент выполнения работ можно наблюдать в меню у строительной фирмы. Вот так вот это работает. В общем-то все очень интересно. 20 тысяч мы заплатили. Соответственно, сейчас нам нужно привезти туда стройматериалы в контейнерах. И стройматериалы нужно купить на ЖД-станции или в порту. Правда, они переводятся в контейнерах. Поэтому надо взять в аренду контейнер и еще контейнеровоз, чтобы этот контейнер возить. А еще нужно взять в аренду специальную хреновину, чтобы эти контейнеры тягать. И это будет самая дорогая покупка, кстати. Точнее, аренда. Ну ладно, поехали в магазин в общем-то с этим всем дерьмом разбираться. А вот и нет. Сначала мы заедем в садовый центр, потому что нам по пути. Хотя, в принципе, нет особого смысла. Соответственно, нам нужно купить рассаду на клубничку. И она, падла, будет дорогой такой. Но мы можем уже покупать рассаду и на клубнику она стоит 43 сраных косаря. Офигеть. Нам нужно открыть справку, потому что надо посмотреть, сколько дает клубника. Клубника дает 22,5 куба, но так как мы будем сеять второй сорт, это плюс 30%. То есть на выходе 29,2 куба. Но будем считать, что 29, потому что есть небольшая погрешность. Да, кстати, к игре есть замечательная справка. Прямо вот золотой колос. Тут написано абсолютно все. А вы задаете иногда тупые вопросы на стримах. Читайте справку сначала. Друзья, там все написано. Авторы старались и писали это. Там все по-русски. Видите, я даже сам всего не знаю и постоянно сам обращаюсь к справке, потому что надо обращаться к ней, да. Так, что нам надо? Нам надо посмотреть активные контракты. У нас на 52 куба контракт. И по 29 мы будем выращивать с одного этого самого, с одного поддона. У нас еще, кстати, есть клубника на складе. Там 16 кубов, этого мало. И да, нам, кстати, надо будет 2 куба удобрения обязательно. Я на самом деле думаю, что имеет смысл засеять все теплицы. Почему бы нет? Пускай работают. Правильно. Я как бы предпочитаю, конечно, сначала брать контракт, а потом его выполнять. То есть, выращивать под контракт. Мне кажется, это более логично. Но раз нам надо запустить теплицы, наверное, мы заполним их полностью. Я думаю, это будут огурцы и баклажаны. Потому что томатов у нас много. Хотя, ладно, нам в любом случае надо купить 2 поддона с клубничкой. Мы их покупаем. Это на 2 теплички. Давайте 1 томатиков и по 2 огурцов и баклажанов. Я надеюсь, у нас здесь все появилось, а не только 6. Да, 7 поддонов на 7 тепличек. Замечательно. Также погнали, сразу же купим удобрения. 1 поддон нам сейчас нужен, потому что больше мы не увезем. И нам нужен еще 1 поддон семян сои. И прикиньте, сейчас денег не хватит на технику. На сою 4679. Какой кошмар. Ладно, берем в любом случае. Это уже синенькие удобрения. Они по цветам отличаются. Кстати, да, семена надо будет все продать, которые у нас есть на складе. Может быть, даже сегодня это сделаем. И нужно жидкого удобрения купить еще 2 куба. Правда, надо сразу же их выгрузить, чтобы не платить деньги за аренду склада. Это у нас склад и садовый центр. Жидкие удобрения загрузить на поддон. Мы повезем это в поддоне. Вот он стоит. В общем-то, за этим всем дерьмом мы приедем чуть-чуть попозже. Поехали дальше заниматься стройкой. Нам нужно в магазин. Нам надо брать технику, этот самый контейнер, контейнеровоз и погрузчик для контейнера. Иннокентий, конечно, сильный, но он не сможет это вручную сделать. И вот он магазин. Соответственно, лезем в меню и берем себе технику. Хотя, на самом деле, мы будем брать в аренду. Соответственно, нам нужен контейнер. Можно его купить, он не так дорого стоит, но мы возьмем в аренду. Есть большой контейнер и маленький. Нам хватит маленького, потому что он на 30 кубов и нам надо всего лишь на 10. Поэтому, в общем-то, берем и его можно покрасить. Ха! Ну, вы поняли. Как обычно, есть тут два типа, стандарт и перегрузчик. Стандарт хорошо работает с курсплеем и с валеронами. А перегрузчик плохо работает, но имеет функцию перегрузчика из одного контейнера в другой. Можно прям вот так перегружать. Кому что надо, тот, то и берет. Потому что авторы карты, они просто красавчик, раз такое сделали. Короче, арендуем за 480 евриков, точнее, дюлеров. И, соответственно, этот контейнер нужно еще чем-то возить. И для этого есть контейнеровоз. Можно даже крепление поставить. Это тот контейнеровоз? Или тут есть еще один? Это, наверное, тот. А, контейнеровоз тонар большой. Нам хватит и маленького. Соответственно, чтобы по фэншую все было, мы цвет обода тоже покрасим и еще тысячу платим за аренду контейнеровоза. Тут, в общем-то, все просто. И еще, чтобы этот контейнер погрузить, в паке с карты идет погрузчик специальный. Вот такой вот. Он бешеных денег стоит и у нас не хватает рейтинга даже, чтобы его купить. А еще тут двигатель с ограничителем без... Я, честно говоря, не знаю, что это такое, но 20 тысяч нам нужно сейчас заплатить за аренду, просто чтобы один раз погрузить этот контейнер на контейнеровоз. И никуда мы от этого не денемся, это надо делать. И, в общем-то, вот все это дерьмо появилось у нас. Я надеюсь, что на этот контейнеровоз этот контейнер влезет. Я просто никогда еще не пробовал этого делать. А мы садимся в погрузчик тогда. Я, правда, слабо представляю, как он будет цеплять большой сейчас вот этот контейнер подцепить. И это не так-то просто, как кажется. А с моими кривыми руками так вообще непросто. Хотя, на самом деле, у меня его подцепить получилось сразу же. И это чудо. В прошлый раз не получалось. В общем-то, сейчас надо его аккуратненько поставить на этот самый на прицеп. И, да, надо это прям вообще аккуратненько делать. Но я бы сказал, что я попал вполне нормально. В общем-то, ладно, отцепляем тогда. И я даже на всякий случай не буду отъезжать. Давайте попробуем подцепить Урал к прицепу. А этот контейнер он же не для Урала, а для трактора. Или для Урала. Не, он сидельный, все правильно, для Урала. Поэтому цепляемся. И пробуем это все дело подцепить. Я надеюсь, что я к контейнерам попал. Это самое важное на самом деле сейчас. И, да, появился значок. Соответственно, мы закрепляем контейнер. И можем ехать в порт или на ЖД-станцию. Но мы поедем туда, куда ближе, а это ЖД-станция. На ЖД-станцию. Пофигу. Сейчас самое главное найти, где идет закупка товаров. Точнее, где закупка товаров я знаю, а куда поставить контейнер я не знаю. Я еще на ЖД-станции ни разу ничего в контейнерах не покупал. Мне кажется, это там, где контейнеры стоят далеко. И зона погрузки там находится. Придется идти, кстати, на станцию, где мы появились, куда мы приехали. Именно там закупка идет. Там главный офис. Да, я был прав. Вот здесь вот. Загружающее материалы дело здесь. Сейчас нам надо сходить на ЖД-станцию, которая в городе находится, потому что офис у них там. На ЖД-станции, кстати, можно много всего купить. И вот этот офис. Морковь, цемент, сахар, стройматериалы, свекла, уголь, сливочное масло, картофель, комплектующие, лук, сгущенка. Вот столько всего можно купить на ЖД-станции. Здорово. Нас интересуют стройматериалы 10 кубов. Они, благо, не такие дорогие. Всего лишь 5000 это все дело стоит. И мы идем обратно к нашему Уралу. Благо, для вас это происходит довольно быстро. И, в общем-то, стройматериалы уже загружены. Здесь появились всякие надписи интереснейшие. Да. И показано, что стройматериалы внутри. В общем-то, повезли все это дело теперь на стройку. И вот здесь, соответственно, развернулась стройка. Какой-то вагончик поставили за сортир, что самое главное, да? И всякую такую фигню. Леса вон стоят. Слушайте, красота. Надо на это глянуть. Во, будут чинить, короче. И починят. Сейчас нам нужно отсюда снять контейнер. Потому что я хочу сдать прицеп, чтобы ночью за него не платить. Контейнер-то хрен с ним. Немного сожрет. А прицеп много. И единственный способ это инерция. Ладно, это не единственный способ. На самом деле, можно пригнать сюда погрузчика. И он не так далеко находится, но мне очень лень. Поэтому мы это дело просто вот так вот отцепляем. И сейчас разгоняемся задним ходом, насколько это возможно. И вот так вот его аккуратненько сбрасываем. Я бы не сказал, что это прям аккуратненько. Но способ действенный. Отлично. Давай перекатывайся. Вот. Контейнер там в общем-то лежит. И теперь мы можем ехать в магазин и сдавать все остальное. Соответственно, в 8 утра приедут рабочие и все сделают. Обещали за 3 часа. То есть в 11 утра уже все будет готово. Ну здорово же, правда? Соответственно, приезжаем в магазин и давайте сдадим все, что мы взяли в аренду. Точнее не все. А контейнер оставим, а контейнеровоз сдадим. И погрузчик сдадим. Блин, 20 тысяч заплатили чисто за погрузчика. За очень большие расходы. Нам, друзья, еще на самом деле надо купить прицеп для поддонов. Потому что мне надоело в кузовах возить это все дело. Но мне кажется, у нас сейчас не хватит денег. Он стоит 37 тысяч, зараза. Придется кредит брать. Кредит-то мы отобьем сейчас сразу же. У нас еще два контракта на томатике висит. Не стоит об этом забывать. 10 тысяч мы всего лишь берем. Это нормально. И соответственно, прицеп покупаем. Только я его потерял. Где он? Прицеп, иди сюда. Вот он. Возьмем мы его без бортов, потому что так надо, в общем-то. Мне больше нравится без бортов. И соответственно, поехали в этот самый. В садовый центр. Заберем оттуда все то дерьмо, что мы купили. Семена, рассаду, удобрения и так далее. Нам надо перевести все это на базу. В первую очередь, друзья, заезжаем на базу. Здесь нам надо высыпать семена. В наше хранилище семян. И они, скорее всего, пошли разгружаться. Да. Оп. И все. Поддончик исчез. Остальное мы все везем на теплички. Потому что все остальное мы покупали именно для тепличек. Как там, кстати, у нас дела-то обстоят? Плодоношение 99%. Сейчас, в общем-то, они все закончат. И это меня радует. Несказанно. Тут, на самом деле, кстати, можно и не удобрять грунт. Но в таком случае будет меньше урожая. А мы не хотим, чтобы было мало урожая. Мы любим, когда много урожая. Нам не жалко удобрений. Удобрения здесь не такие дорогие. Точнее, их не так много требуется. Они дорогие, но их не так много требуется. Да. Ну и уже 99% должно было смениться на 100%. Точнее, закончить это все дело уже надо было. Так. Выгружаются удобрения. мы видим. Че это я не понял вообще. А че-то их так мало. У нас было 1100. Мы привезли 602 литра. Как это работает? Ааа, а я знаю, как это работает. У нас просто твою мать. Ладно. Глушимся. У нас удобрения высыпались и сюда, скорее всего. И это, как по мне, не очень правильно. Ну-ка, склады, ферма и жидкое удобрение. Вот они, да. Надо загрузить на поддон. И мне впадло сюда ехать, поэтому я этот поддон тупо отнесу. Потому что Иннокентий сильный. Он может носить такие поддоны. У нас жидкие удобрения пока что только для тепличек используются. Там не надо было это выгружать. Оно само выгрузилось. Ничего с этим не поделаешь. Давай, дружище, выгружайся. То есть я ровно на стрелочку поставил. Ясно, надо отогнать Урала сначала. И оно начнет выгружаться. Вроде бы так это работает. Да. Только мы отъехали, оно сразу же пошло выгружаться. Соответственно, дальше что мы делаем? Мы вносим удобрения на все теплички. У нас везде там грунт третьего урожая. И соответственно, сейчас проезжаем и разбрасываем рассаду. Просто проезжаем и она вот так вот высыпается. И наши все теплички сейчас будут расти. Да. И соответственно, в 5 часов вечера с завтрашнего дня они все созреют. И это, черт возьми, здорово. Я думаю, что мы сейчас вот этот прицеп для поддонов оставим здесь и отправим валерона, чтобы он завершал контракт скинотоматы. Потому что у нас есть 312 кубов томатов и 2 контракта, за которые мы получим рейтинг и денежки. мы получим 5 единиц рейтинга. И у нас будет 42 уже к началу следующей серии. Это же круто, черт возьми. Давай, дружище, цепляйся. Загружай сюда томаты полностью. Сколько можешь. В общем-то, валерона отправляем работать. А пока валерон ездит, возвращаемся на поле. Здесь у нас соответственно комбайн тоже завершил работу. Поэтому отправляем на разгрузку. Там 100 литров канолы осталось в кузове. Не знаю, как это произошло и не важно на самом деле. паркуем комбайн и надо кстати запускать уже пассивную. Комбайн мы припаркуем наверное вот сюда как обычно. Ничего нового. Пускай стоит здесь. Нас сейчас интересует наша МТЗ которая будет сеять. Мы соответственно во-первых меняем сорт семян на второй. А во-вторых выбираем сою. Где соя? Вот соя. Нужно соответственно заправить удобрения и семена. А удобрения нету. А удобрения нету потому что я забыл их высыпать из удобрялки сюда обратно. Я потому что молодец. Ладно заполняйся пока. А мы погнали найдем удобрялку. А удобрялка твою мать. У нас больше нету тракторов. Удобрялка у нас для Нью-Холланда. Ладно сейчас мы все сделаем. Просто там противовес стоит. Я боюсь что МТЗ с удобрялка ездить не будет. Не захочет. Но мы попробуем. Хотя какой-то противовес минимально на ней все-таки стоит встроенный. Цепляемся и да ее неплохо так приподняло. Мы можем в принципе вот так сделать. И она станет чуть-чуть более управляемой. Выгружаем в общем-то все это дело обратно. И приехал еще Хурлеман. Еще кстати 13 тысяч нам прилетело за томаты. Пошел выполняться первый контракт уже по полной. Удобрялку в общем-то бросаем обратно на место и цепляем удобрялку да. Не удобрялку сейлку. Только вот этого пацана надо отогнать в сторону куда-нибудь. А то он немножко мешает здесь. Вообще непонятно как стал. Пускай вот здесь в общем-то стоит и вот здесь будет хорошо. МТЗ давай. Загружаем еще в нее и удобрение. Потому что мы все будем удобрять. Мы хотим чтобы было много урожая. Поэтому пользуемся удобрениями. Едем на поле. Будем выдавать задачи нашему валерону. Да здесь сейчас по вспаханному. МТЗ будет довольно-таки тяжело ехать. Но друзья скоро уже довольно скоро мы обновим технику. Просто сейчас пока не совсем позволяют финансы. Есть более приоритетные задачи. А еще я хочу поезд. Поезд вообще капец как дорого стоит. Я возить продавать выполнять контракты. И о результатах их работы мы уже узнаем в следующей серии. У нас в общем-то будет по моим подсчетам около 100 чуть больше тысяч денег на завтрашнее утро. И плюс еще контракт на сою у нас висит. Которая сеется. И плюс еще клубничка у нас там висит. И плюс еще просто так овощи выращиваются в тепличках. Короче мы скоро будем богатыми прибогатыми. Клубника кстати дорого продается. Там всегда хорошие контракты. Там около 100 тысяч мы с того контракта получим. И это здорово. Он кстати поехал Урал который сейчас будет возить томаты. Который уже давно возит томаты. И он поехал загружаться. Он такой классный. Мне нравится. Правда закрывается. Как писали на стриме. Как будто мы какие-то боеголовки возим. А не баклажаны. Или томаты. Что мы там возили. Мы все возили. И томаты и баклажаны и огурцы и даже клубничку. Короче друзья. Не пожалейте пожалуйста лайкусика. Потому что чем больше лайкусиков тем быстрее выйдет следующая серия. Вы уже проверили. Я свое слово держу. Поэтому если вы хотите побыстрее то не надо жадничать. И комментарии пишите. Какие нибудь. Любые комментарии. нажать на кнопку подписаться и на колокольчик. Потому что если вы не нажмете и не подпишетесь то когда выйдет следующая серия вы пропустите и стрим пропустите. И будете потом задавать мне албанский вопрос когда стрим. А вообще у нас есть расписание и в всем пока пока